Там можно уточек покормить и все такое. В общем, все остальное будет не очень комфортно. Нечасто я вижу в данных новостройках, что есть здесь песок. Ух! Захочешь упереть, доделано для подростков. Спускаешься, тут просто у всех сразу ты понимаешь, что попал в самое дно. Туда же два насоса. Ну, так проще, понятно, да. Клининг, ты где? Ау! Тут, кстати, покрепче держится, чем на первом этаже. Тут у нас на ржавой арматуре держится. Видно, вот он свет. Значит, стаканы держатся на арматуре. Ничем не зачеканено. Плоска почему-то нет, и зато видно шумоизоляция. Ну, вот здесь, смотрите, просто дырка. Ага, тут уже ничего нет. А, все, выше плитки нет. Ух! Ух! Ничего не отмыли. Лифты ЕЛМ. Клининга реально не хватает. То есть какой-то элемент такой специфический по проекту. Это, я не знаю, для кого это помещение, для карликов, что ли. А почему не смогли докрасить эти элементы? Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Жилой комплекс Тайм-сквера расположен в Приморском районе Санкт-Петербурга между Полис Приморский 2 и ЗСД. Жилой комплекс Тайм-сквер расположен в Приморском районе Санкт-Петербурга между ЗСД и жилым комплексом Полис Приморский 2, обзор которого есть на моем канале. Ссылочку оставлю в описании к этому видео. Ближайшая станция метро к комплексу Комендантский проспект. Почти 6 километров езды на автомобиле. В ближайшей 573-й школе, согласно официальных данных, вакантных мест нет. Рядом большое количество детских садиков, но они, к сожалению, тоже заполнены. В проекте у застройщика отделение детского сада на 100 мест. Детский садик с первой очередью введен в эксплуатацию вместе с подземным паркингом 27 июня 2024 года и уже начали выдавать ключи. Согласно данным квартирографии, студии, однокомнатные квартиры в жилом комплексе занимают 70% от общего количества квартир, которых в комплексе насчитывается 2181 штука. Если обратить внимание на вторичный рынок недвижимости, то что в Таймсквере, что в соседних комплексах достаточно нормальное количество квартир в продаже. Это может говорить, что либо квартиры приобретали с целью перепродажи, либо здесь не очень-то комфортно жить. А может быть и то, и другое. Таймсквер, Полис Приморский 2, Ариоста, Модум, Аквилон. Новостроек здесь, конечно, достаточно много. Но самый интересный ценник до сих пор у Полис Приморский 2. Сегодня у нас в программе приемка квартиры обзор с данного дома, территории и что здесь расположено рядом. Ну а вы присаживайтесь поудобнее, жмите кнопку в топ и пишите свои комментарии. Погнали! Планерная улица, ЗСД, спуск, заезд, получается, выезд в паркинг, дома, знаете, вот такие, как назовем их, башенки невысокие. Я еще помню, когда обозревал Полис Приморский 2, был на приемке квартиры, то из окна смотрел на данный жилой комплекс, и мне понравилось. Таймсквер красиво смотрится очень, фасад симпотно смотрится, более интересно. Мне понравилось еще, зеленение было круто, но вот такой паук интересный, да, сделан. При этом странно, что трубы разного цвета, почему не смогли докрасить эти элементы, честно говоря, не очень-то понятно. Плитка смотрится красиво, фасад не отмыт, ну, вернее, окна не отмыты, тут пена видна местами. Спуск в паркинг, это я не знаю, для кого это помещение, для карликов, что ли, вообще что-то такое странное. Смотрите сами, поднимаешься, тут у тебя такой пол двери. Закрыто. Интересное решение. Паркинг здесь, паркинг здесь. А, здесь смотрите, а, показалось, что отклеивается не... Красивенько, кстати, сделали. Так, передающие антенны ВТП, скорее всего, видеонаблюдение. Классный вот такой закуток. Ну, не удивились потом, чтобы вот отсюда пахнуть. Почему-то не хватило затирки. Видно, не смогли привезти. Ну, конечно, блин, ну, затерли, смотрелось бы, конечно, все намного по-другому. Крепление интересное на стяжке. Здесь такой же закуток, коморка Папы Карла. Полис по соседству, жилой комплекс, детский садик, большое количество новостройок и вот такой есть оставленный лес. Видим, умершие ели, они заболели, не знаю, что с ними дальше будут делать. Ну, тут, конечно, если благоустроить территорию, то будет, наверное, хорошо. Второй корпус. Фасад смотрится красиво, но, конечно, видны все вот эти, знаете, неровности. Наверное, можно, конечно, сделать ровнее, но не всегда это видно, получается, у застройщиков. Так, я смотрю, вот здесь какой-то элемент такой специфический по проекту. Поднимаем камеру выше и вот здесь. Красота. Заходим с вами во двор. Знаете, я вообще не любитель черных домов, но вот скажу, что здесь расти, конечно, красавчики. Им реально удалось. Вот я смотрю и мне нравится. Очень красиво сделан фасад. Обратите внимание, что вот сама поверхность ровная и вот такие углубления сделаны в окна. Очень красиво смотрится. Молодцы, ребята. Открытые подъезды. Заход, не знаю, там, не арка назвать как. Ну, слушайте, прикольно. Кстати, у Банавы так в магнифике сделано двор. Ого! Ого! Ну, блин, застройщик красавчик. Вот смотрите, друзья, есть вот такая многолетняя трава, красивая. Ну, это смотрится совсем по-другому, что-то новое. А вот эти кусты разноцветные, вспоминаю, тоже проекты ушедшей Банавы. Скамеечка, где посидеть. И смотрите, как сделано. То есть они вот здесь сделали вот такой полукруг, цыпочку. Приехал на велосипеде, покатался где-то здесь по райончику, сел и посидел. В телефоне, например, потупил. Так. Здесь какие-то цветочки. Гортензия. Два. Что-то там дальше тяжело понять. Двор. На двор потом пойдем. Пойдемте на приемку. К тому же люди приехали, подписчики. Пойдем смотреть. Ну, блин, смотрите, Таймсквер. Бантик привязали. Обратите внимание, нормальная алюминиевая дверь. Дверь закрепляется на специальный держатель. Здравствуйте. При входе здесь есть специальная вот такая штука, чтобы ноги вытереть. Заходим дальше. Здесь еще одна щетка. Плитка крупноформатная. Блин. Ну, не парадная, конечно, но просто огромный холл. Понятно, двери открыли, потому что все ходят, таскают приемки квартир у них. Здесь все в плитке, уже тепло. Ну, вот стекла не отмыты. Надо было, конечно, лучше стараться. Ну, и это подогрев пола. А чем белого цвета? Почему в темный? А черный было не найти? Может быть, нет, конечно, такого? Ну, ладно. Аварийный выход. Такое ощущение, что немножко под углом висит. И провода сверху видны. А так, в принципе, вот он такой большой, нормально, красиво смотрится. В отличие от обычных маленьких. Здесь современный радиатор отопления. О, тепленько. Тепленько. С комариком на зимовочку ушел. И вот, смотрите, тоже подключение. Вот обычная гофра. Накрасили все в черный цвет. И вот нормально все смотрится. Притемненно. Радиатор отопления. Обратите внимание, какой красивый. И для него даже вот сделали подводку. Или это переговариваться. А, с подвалом переговариваться. Или с паркингом, простите. Вот видите, запитать-то забыли. Вообще никаких вопросов. И, кстати, очень стильно, что здесь практически белый цвет и черный. И вот это вот так контрастно выделяется. Тайм-сквер, посмотрите. Вот это, я не знаю, для чего вот эти элементы. Вот здесь мы видим большое количество пыли. Знаете, какую-то там скамеечку бы хотелось. Какие-то травку бы посадили, цветочки. Было бы прикольно. Почтовые ящики. Смотрится все красиво. Под спам, соответственно, есть. Только не написано, что это под спам. И нет ящика под подачу показаний. Здесь уже коридор уже. Грилля-то. А есть выход. Здесь, знаете, пустовато. Почему-то вот мне не хватает скамеек. Мне здесь не хватает озеленения. Потому что плитку вот четко положили. Калининга реально не хватает. То есть какое-то тут немножечко подзамоченное все. А так, в принципе-то вид такой ничего. О! Так-так-так. Ну что, делаем ставки, господа. Есть ли здесь пожарные рукава? Та-ра-ра-ра-рам. Их здесь нет. Вот, смотрите, вот муфта. Потом идет соединительная. И к шлангу. И, не дай бог, если пожар, то нужно сразу вытащить. Кранчик отповернуть. И, соответственно, тушить пожар. А никак у тебя это не получится. Ну, смотрите, здесь кисточка, мохито, еще что-то в банке. Ну, вдруг кому-то надо, приходите. Дымоудаление. Что у нас с зумером? Зумер, надеюсь, работает. Зумер сигналит. Но, слушайте, а так сделан, да, масштабно, очень высоко. Красивые светильники, на которых видны отпечатки рук, пальцев. Вот то, что елозили. Так, идем дальше. И, к сожалению, почему-то нет указателя, что надо сюда, к примеру, идти. Где лифта? Ага, вот лифт. Лифтовой холл. Ну, наверное, да, заходишь прямо, идешь сюда, и понятно лифт. Красиво смотрится, есть указатель на каком этаже. Лифты ЕЛМ. Есть указатель этажности с 2 по 13, что первый подъезд. А, это первый этаж, все. Таймсквер, информация, управляющая компанией Домиум. Службы, управление, выдержка жилищного кодекса. А где лицензия-то ваша? У вас здесь должна быть лицензия. Где она? Копии лицензии нету. Заверенные руководители график уборки поставили. Молодцы. Так, вышестоящая организация, где это же положено? Есть вот закон, там прямо прописано, что вот здесь должно быть. И у них почему-то соблюдения этого нет. Странно. Принтер, наверное, не привезли. Здесь тоже все открыто, видно, для удобства. Заходим, видим лестничный марш у нас в плитке. Ограждающая конструкция крепкая. Видим, что вот здесь ничего не отмыли. Надо было нормально укрывать, чтобы потом на эти фигни не страдать. Но самое классное, что вот это закрепили хотя бы на болты. То есть никакой тут сварочки, как это частенько бывает. Так, тут у нас линолиум. Ух, ух. Тайм-сквер, тайм-сквер, тайм-сквер. Так, здесь еще плитка. Ну-ка. А, все, выше плитки нет. А зачем она? Второй этаж, и все, и хватит. Здесь вот тоже не помыли, клиника не хватает. Бережно на малярный скотч приклеили. Красавчики. О, а здесь есть тоже указатели. На каком этаже расположен, соответственно, лифт. Первый-первый. Кнопка вызова. Клининга нет. Уважаемый застройщик, ну что ж такое? Почему нет клининга? Зато есть огнетушитель. Значок лестницы. Отдатчики. Так. Второй этаж. Квартиры какие. Заходим. Коридор. Ну, полтора метра, понятно, по минимуму сделали. Потолок у нас, тут уже ничего нет. Обычный, черного цвета. Может быть, не знаю, здесь, знаете, конструкция более высокого уровня была. Смотрелось бы лучше, знаете, подороже поставила. А так вот видно, как немножечко плиты, знаете, как будто загибаются. Что время, конечно, покажет, загнется ли это все дальше. Но, конечно, можно было сделать все ровнее. Семь отопления. Здесь мы видим кучу грязи. Так. Камера, повернись. Так, сейчас откроем. Так. Так, это закрыли, похоже. Так. Вот здесь, смотрите, просто дырка. Гипсокартон. Да, тут прям в электрику все. А сверху, если обратить внимание, то мы видим, что... Ну, вот сверху, видите, обращаю внимание, что проходка просто закрыта утеплителем, и то не до конца. И все. Следующий аналогично. Поднимемся этажом выше, посмотрим, что там. Тепло-шумоизоляция есть. Как все грязно. Вот, вот воздуха есть. Счетчики есть. А возможность подключения... Так, так, так. Вот они, провода. Куда они идут? Непонятно. Вот как передавать эти показания. Непонятно. Кстати, за топлом бы вот такие современные, модные. Вот смотрите, вот видите, вот обычно эти провода болтаются у всех, потому что у счетчиков есть возможность подключения для передачи беспроводных показаний всех этих данных. А здесь, вот видите, есть коробка, куда это все подключено. Блин, молодцы. Главное, чтобы все работало. Так, труба у нас. Ох, там тут стойка гипсокартона. Вообще все кривущие. Да, конечно, как-то так. Ну ладно. Дверь закроют, и никто ничего здесь не увидит. Вот так. Дверь, кстати, такая нормальная, мощная. Вот клининга не хватает электричества. Тоже вот все открыто. Заходи, кто хочешь. Коридор. Большой достаточно. Двери смотрятся нормально. Глазок, глазка почему-то нет. И зато видно шумоизоляция тепла. Нумерация квартир нормальная. Звоночки такие недорогие. И без клининга. Чего ж вы не отмыли? Стенки. Вот ровно. Вот просто, знаете, окрасили все. Вот смотрится реально красиво. Здесь вот реально не хватает клининга. Был бы клининг, было бы... А здесь, видите, глазок есть. Там почему-то нет. Так, а здесь у нас как-то ниже стало. А что у нас тут? Ага, тут можно по кругу, да, пройти. Да, почему двери нет, мой-то, господи. Мошки летают. Вот не знаю, на камеру видно или нет. Пишите в комментариях. Но плиты, знаете, уже подогнулись. И, конечно, смотрится это так себе. Видно, застройщик спешил. Не знаю, почему такой бардак. И все остальное. Ну-ка, здесь что у нас? О, вот смотрите, вот он, проходка. То есть вот здесь, когда выливали монолит, здесь, соответственно, технологический проем, чтобы провести коммуникацию. Вот держатся трубы. Вот уже подвал виден. Вернее, не подвал, а первый этаж. Вот там свет. Так. Чтобы его видеть. О, видно. Вот он, свет. Значит, стаканы держатся на арматуре. Ничем не зачеканено. Надо выше этажом будет смотреть, что там. Зато, кстати, забрало хорошо сделали. Вопросов нет. Но саморезы могли бы в цвет покрасить, да? Могли бы. Но не смогли. Это тоже глазков почему-то нет. Это, наверное, выдают на договор подписывающий. Странно, конечно, как-то. Вот. А так, в принципе, все приличненько. Квартира реально по площади очень большая. И здесь вот чувствуется она. Есть электричество. Это у нас ванна. Вент-канал. Высота потолка здесь выше стандартной. Обычная канализационная труба. Запорная арматура. Фильтры грубой очистки. Счетчики. Даже водичка ведь есть. Автоматы. Подписано. Еще один санузел. Достаточно большой. Круто, да? У тебя в однушке два санузла. Все аналогично. Теплошумоизоляция. Сброс воздуха. Вентиляция. Вытяжка. А тут на трубе вот эта противопожарная лента намотана. Чеканка сделана хорошо. Газоблок на клею. Бетон нормальный. Вот эта полоска, это гидроизоляция. Тут у нас на ржавой арматуре держится. И никак иначе. Здесь, соответственно, тоже газоблок. Здесь, соответственно, на клею. Это большой плюс. Почему? Потому что минимальные стыки. И держится крепко. Тут у нас тоже газоблок. Радиатор керми. Подводка. Не знаю, здесь так высоко, конечно, не поднимешь пол. Это стяжка. Тут плюс пару сантиметров на напольное покрытие. Если вот эти еще держатели более-менее, тут крепеж, конечно, так себе смоется. Возможно, какие-то есть заглушки. Ну, здесь, конечно, хотелось, чтобы был металл. А не, соответственно, просто... Ну, тогда, конечно, смотрится труба нормально. Если чуть вот это подрезать, может быть, и нормально будет. Так, вот здесь, видно, что-то домазывали. Вот непонятно, там утеплитель или что. Вот это основные вопросы. От детей. Окна хорошо открываются. Здесь тепло. Вид красивый. Двор. Уважаемый застройщик, двор у вас офигенный. Молодцы. Чего-то не работает. Тут все четенько. Большая квартира, круто. На приемке присутствует авангард. Черновая отделка от застройщика. Панели из гипса. Розетки. Тут нарастили стенку немножечко. Хорошо сделали. Намазали, намазали. Тут уже отваливается. Какая-то пароизоляция. Мы тут в трещинах. Что-то какая-то дубовая. Должна быть более мягкая. Выходим с вами на... О-о-о-о-о-о. А посмотрите, друзья. Здесь вот обычно, знаете, выходишь на лоджию балкона. У тебя только с одной стороны окна. А тут они буквы Г. Да, вот там похоже, знаете, вот к соседям. И там, наверное, утеплитель, могу полагать. Что-то здесь подогнуто. Страшно даже. Окна заляпана клинга. Вообще нифига тут не было. Это защита детей, чтобы не открыли, не вывылились. Страшно смотреть. Полис Приморский. Прикольно смотрится. С данного объекта такое ощущение, что никого нет. Видите, как все плотненько здесь достаточно. О чем я вам говорил в начале видео. Да, двор пойдем смотреть. Двор очень красиво смотрится. И зеленение класс. Из ССД виден. На закате. Почти. Сверху видны дефлекторы. Вот они прямо на крыше. Лопасти, как турбину автомобиля, за счет ветра крутятся, работают без электричества, создают избыточное давление и увеличивают тягу в венканалах. Дома смотрятся красиво. Мне, например, нравится. Давайте при помощи моего электронного друга измерим высоту потолка. Три метра, друзья. Не в каждом бизнес-классе и премиалке есть такая высота потолка. Фантастика. Клапан виден. Забрало нет. Коллекторная. Счетчики на тепло. Такое мы уже видели. Сброс воздуха. Держится, кстати, крепенько все. Тепленько. Ну, тут видим подложечка. Ржавые стаканы. Ну, зато, как у некоторых, нижний этаж не видно. Уже хорошо. Добрый день. Вы счастливая обладательница большой, с высокими потолками квартиры. Как ваши ощущения от того, что вы ожидали и когда пришли в эту реальность? Ну, в целом, хорошо. Очень критичные замечания, каких-то не обнаружено, так по мелочи. И устраняли многое сразу уже в процессе при приемке. Очень приятно общаются. Очень вежливо, очень тактично. Так что, в целом, я довольна. Посмотрим, как теперь сделают уже ремонт. И можно будет прийти и снять чистовое дело. Да. Круто. Благодарю. А лестничный марш – это выход на кровлю. Вот какие-то потеки небольшие видно. И видно, что когда там что-то было, вот видите, выше ступеньки металлической, когда подкрашивали, неровно окрасили. Значит, лестничный марш обычный. Здесь клиника не хватает. Как я уже говорила, здесь клапан. Вот так смотрится, конечно. Это, не знаю, сетка бы, что ли, может быть, если можно, закрывали бы, чтобы вид был нормальный. Тут, кстати, покрепче держится, чем на первом этаже. А нумерация везде есть этажности. По трафарету сделано. Одиннадцатый этаж. Давайте лифт вызовем. На ручках еще малярный скотч остался. Ну, здесь все аналогично получается. В середине лифта и выход на лестничный марш. И вот по кругу там идут квартиры. И когда ты, кстати, заходишь вот в этот коридор, то из-за того, что он получается квадратный, ты идешь, у тебя раз, квартира, два, три квартиры, и достаточно нормальное расстояние. Основной, конечно, для меня плюс. Обратите внимание, друзья, во-первых, красиво смотрятся двери. То есть вот она обычная, но смотрится все нормально. Она широкая, нормальная фурнитура, глазок черный, звонок, конечно, надо было. Чтобы черного цвета ставить или хотя бы золотистого. Номер красивый, плитку сделали красиво. Вот это все сделали красиво. Затирки везде хватило. Алюминиевая планка тоже смотрится красиво. И мне очень нравится то, что это просто окрашены стены. Ну и вообще, когда вы живете в таком доме, или когда, знаете, есть стенка, которая как наждачка, но это большая разница. Здесь смотрится все красивенько. Можно еще к себе, к примеру, картинки повесить, если это надо. Ну что, вызываем лифт, погнали. То ли это ржавчина, в общем, какая-то фигня. Тут вот не докрутили, держится нормально. Два лифта, грузопассажирский, пассажирский. Видимо, на каком этаже какой лифт. Находится, кстати, даже не во всех бизнес-классах. И комфорт-классах, понятно, тоже есть. Сама отделка здесь плитка. Ну, тоже просто стенка. Ну, вот плитка смоется красиво. Нумерацию застройщик сделал красиво. А почему вот это не сделано черного цвета или не покращено в темное, непонятно. Неснятые защитные колпачки. Ну, надеюсь, что демонтируют. Забрало. Ну, здесь немножко видно, да, по стенке кривовато. Если бы прошлись герметиком, к примеру. Даже, ну, лучше серый, наверное, взять, если есть такой, не знаю. Белый точно есть. То вообще бы этого ничего не было бы видно. Ну, и, конечно, прикольно было бы, если застройщик подкрашивал бы саморезы в цвет, то смотрелось бы намного лучше. Ну, и, конечно, клининг. Ты где? Ау. На полу плитка смотрится тоже красиво. В принципе, мне нравится. Знаете, чем-то похоже на пик. Чем-то похоже на пик. И у них тоже ELM-лифты, если не ошибаюсь. А если ошибаюсь, поправьте, напишите об этом в комментариях. Есть вот здесь ограничители двери. То есть вот этих. Но в самих квартирах мы с вами видим, что здесь нигде ограничители нету. Ну, наверное, навряд ли вы ее так полностью будете в стенку бахать. Хотя, похоже, что же это было. А лифт, друзья, у нас вот такой длинный. Очень удобный. Все отменили. О, минус первый нужно доехать. Здорово, что когда ты заходишь, и, например, с коляской с ребенком зашел, и зашел, и, получается, назад вышел. То есть удобно, что ты ее протаскиваешь вперед, и не нужно куда-то налево-направо поворачивать. Играет музыка. А вот здесь представитель застройщика сказал, что это вот все комплексы. Вот он там второй. И горит зелененьким. Прикольно, кстати, сделали. И красиво светит. Мне нравится. Ну, лифт, конечно, панно такое. Вот скульное, наверное, так можно это назвать. А так он широкий, хороший, есть видеонаблюдение. Ну, в общем, не хватает, знаете, антивандальной нормальной отделки, либо хотя бы беленьким окрасить для того, чтобы не было ощущения обычного строительного вагончика. Парковка еще не сдана. Сдана. В разрешении на вот в эксплуатацию она уже сдана, введена в эксплуатацию. Здравствуйте. Здравствуйте. О, минус первый. Добавил. Да. А, друзья, мы спускаемся на минус первый этаж. Вы только обратите внимание, тут не как в обычном подвале. Я даже сразу и не понял, что мы спустились в паркинг. Подумал, что лев куда-то не туда приехал. Почему? А потому что, смотрите, какая девочка-то. Точно такая же, как и на этажах. Есть лестница, выход. Ну, вот клинга-то не хватает. Тут, не знаю, это следы протечки или что это было тут такое под вопросом. Так, что у нас тут открыто? Насосная. ИТП, ИТП. Табличек почему-то нормальных нет, странно. Паркинг. Кто-то запах странный. Не знаю, что тут. Паркинг сдали, а вот такое ощущение, что туда до конца его не сдали. Самое главное, что пока нигде не видно воды. Он просто обычная штукатурка, просто обычный бетон. А на полу покрытие такое же, как в лентах ОК, в гиперах, это специальная краска. Грязи много. Здорово, что вот углы колонн вот так сделали. Не знаю, это самортизирует. Ну, во-первых, отражает свет. Это сразу видно. Надеюсь, никто никогда не въедет. Слышно, как техника работает. Это тепловая защита. Когда вы заезжаете в паркинг, получается, вверх от заезд-выезд где-то. Только здесь не подписано, и вот здесь короба нет. Наверное, поставят. Самая низкая точка. Видим, здесь вода. Это нормально. Здесь погружной насос. Даже вот видим, кабель какой-то идет. Похоже, это вот он. И не подключено. Не понимаю, почему так проектируют. Почему не спроектируют таким образом, чтобы в кабель-канале он там проходил и красиво подходил. Возможно, это делают для того, чтобы так проще, понятно. Вот сюда. Вот это сток. То есть сюда попадает вся грязь. Вот когда, особенно зимой, с колес машина течет. И вот сюда. Да, поплавок, видимо. Паркинг большой. Вот тут влагу какую-то видим. Но вот тут непонятно, откуда это могло при проверке пожарной сигнализации, соответственно, набежать. Так, что-то за стенкой какая-то техника работает. Тут просто газоблок. В общем, обычный паркинг. Разлиновка под место есть. Вот это все. Так, пойдемте там на стенке кое-что увидел. Или мне это показалось? А, показалось. Показалось, что есть влага, но тут влаги нет. А вот это что у нас тут такое? А, это штукатурочкой наляпали. Ну, тоже еще не скачать. Туда же два насоса. Чтобы уж откачать, так откачать. В общем, видел я паркинги посимпатичнее. Смотрит, знаете, такое ощущение, что здесь вот надо было окрасить их какой-то краской. Возможно, это и должно было быть. К примеру, вот такого цвета. Но почему-то это забыли сделать. Ладно, идем обратно. Вызываем лифт, поедем на первый этаж. Посмотрим холл. Но, кстати, скажу, что бывает хуже паркинги. Причем, знаете, обычно, когда ты вот сюда вниз спускаешься, тут просто у всех сразу ты понимаешь, что попал в самое дно. Вот здесь у застройщика все прилично. Что второй этаж, что там десятый этаж, все одинаково. Первый этаж. Он объявляет, что это первый этаж. Выходим. Вот здесь мы уже с вами были. О, колясочная есть, друзья. Колясочная. Вот видите, здесь, кстати, отделочка другая. Здесь не просто окрашены стены, а вот она называется картомера. Но сделано все очень аккуратненько и достаточно красиво. О, так, открыто? Нет? Открыто. О, прилично, прилично. А, девочка, внизу-то у нас плиточка точно такая же, как на полу. Тепло здесь. Ну, подводка, наверное, для колясочной нормально. Хотя могли сделать там в цвет красиво. Огна прямо на газончик. Что-то звук здесь какой-то, наверное, так, может быть, и должно быть, не знаю. Слушайте, нормально, большая колясочная. Бывает и меньше на большую площадь, большую высотность дома. Так, здесь инвентарь хранится. Смотрите, тоже значок такой красивый, застройщика. Ну, в общем, да, основной, конечно, это клининга, больше аккуратности. Есть небольшие нюансы, но это все мелочи. А хожу по квартире, рассматриваю внимательно квартиру, жду, соответственно, пока приемщик примет квартиру, сделать свою работу, чтобы там доснять концовочку собственницы квартиры. Я такой смотрю, раз, такой, в дверь появилась фигура в черной одежде, такой смотри, что-то директор вроде написан, такой, о, нифига себе. Потом смотрю, контролер, понимаешь, контролер. И он мне такой, здрасте, он мне такой, раз, за руку такой, пошли со мной. Я говорю, куда, зачем? Он такой, вниз пошли, я говорю, да не пойду, мужик, с тобой никуда. Он такой, что-то поддурный, я говорю, а что ты меня куда-то тащишь? Думаю, странный какой-то. Он такой, я буду внизу ждать. Ладно, жди там, думаю, странный какой-то. Ну, ладно. А, в общем, потом спускаясь вниз, бежит ко мне, я думаю, сейчас будет ругаться, там, драться лезть, там, еще что-то нет. Такой, говорит, мне, я хожу с тобой, чтобы типа на стройку не пошло. Говорю, да я не успокойся, на стройку не пойду, говорю, у меня тут уже сданный есть объект, я, соответственно, хожу, смотрю не стройку, а сданный объект. Ну, вот он походил, понял, что я нормальный пацан, что я никуда там не полезу, ему за это никуда не вылетит. Такой, давай мне помогать. Такой, вот здесь мои растения, тут еще. А пойдем, вот там еще посмотри, там как круто. Я такой, о, спасибо тебе, мужик. В конце такую руку пожал, говорит, блин, извини, там был неправ. Я говорю, да ладно, все нормально. Выходим с вами из комплекса. И идемте, соответственно, смотри, двор. Здравствуйте, вы снова ко мне будете приставать? Я к вам не стою, просто вот тут у меня. Там, стройка, там не где. А, на стройку я не пойду. Здесь красивая трава. Красивый и сделан получается вот у нас такой полуторный второй этаж. Озеленение, конечно, здесь очень круто. Вот здесь только что-то не хватает, да? Должны было быть цветочки. Это что у нас? Учиток видный. Прикольно, я даже не знал, что такое есть. Здесь все подписано, можно загуглить, что есть у застройщика. А? Холодно, они низкие цветы. Ну, не культу таит. Ну, подвяли, да, понятно, что не лето-то уже. Не, ну, все равно. Не, ну, красиво. Здесь летом, я здесь был летом в Полисе. И тут, блин, такой вид вообще шикарный был этого озеленения всего. Вот этого всего. Ну, круто, конечно. Молодцы. Такое озеленение шикарное. Трава вот эта прикольная, значит. Я помню ее по Белоруссии. Потому что у нас вот такой мало очень кто-то применяет. Возможно, даже я это вижу первый раз. Знаете, типа такой осоки, ну, такая, скажем так, домашняя. Понятно, листики уже послетали. Здесь, не знаю, это елочки или еще что-то. А, вот, да. Сосна горная. Круто. Сосна горная. Здесь цветы. Вот деревья тоже подписаны. Можно посмотреть, где что. Детская. О, какой, друзья, вид. Вы только посмотрите, какое красивое небо. Так уже начинает, наверное, закатик, можно назвать. Идут красиво облака. И вот эти дома, как свечки, блин, очень красиво смырятся. И круто смырится черный цвет. Мне нравится. Надо сделать фото. Значит, смотрите, что здесь сделал застройщик. Есть брусчатка. Надо было, конечно, спуск сделать для колясок, но это ладно. А тоже классное зеленение. Вот, друзья, зацените, у кого вообще в новостройке, после того, как ввели в эксплуатацию, есть такое зеленение. При этом я помню, что это еще летом было высажено. Спортивная площадка, лазалки различные. Обратите внимание. И прикольно, что вот здесь сделано для подростков место. Во-первых, здесь и взрослые могут посидеть и потусоваться подростки. Есть вот такие скамеечки. А, видно, поснимали, потом, наверное, доделают. С такими деревяшечками. Как их правильно, не знаю, назвать. Набивное, соответственно, покрытие. И вот тут смотришь, как твой ребенок там бегает на горке. Или тут можно потупить, посидеть в интернете, поиграть. Трубы вот эти дети очень любят. Лазалки любят. Вот это стоит, друзья, не дешево. Стоит достаточно приличных денег, чтобы это сделать. Не удивлюсь, что если вот это все здесь оборудование на этой площадке обошлось, застройщика только в этом одном дворе. Ну, порядка 20 миллионов, если не больше. Что у нас здесь есть? Два стола. Я, например, люблю, не знаю, как вы, теннис настольный. И есть столы недорогие, которые потом со временем выгибаются. А здесь вот он такой из бетона. И сетка такая, что, блин, вот захочешь упереть, даже сломать не сломаешь. И прыгалки, да. Вот не знаю, как правильно прыгалки называется или нет. Причем здесь две больших и две поменьше. То есть для разных деток. То есть ваш ребенок подходит вот сюда. Ух! Круто! Так, ну что, тут все уже. А вот там еще что-то есть интересное. Футбольное поле. Ну и, конечно, да, вот смотришь, когда на соседей новостройки, то вот видно, знаете, очень плотная застройка. Здесь, конечно, двор классный, что ни говори. Как говорится, ни камеры не крути. Но вот здесь застройщик молодец, постарался. Красивенько, мне нравится. Один из приятных жилых комплексов. В этом месте. А посередине елочка, смотрите, к ней электро... В гофре кабель подвели. Возможно, управляющая компания гирлянда ее там обустроит. И будет красота. А здесь, наверное, в дальнейшем смонтируют в данном доме инструкцию по эксплуатации. Подсветка с современной светодиодной. Здесь есть места, где посидеть. Ну, реально, очень круто постарались. Со двором классно. Елочки, цветочки, трава зелененькая. И все красиво. Какого здесь только нет, скажем, зеленого насаждения. То есть, вот, радует, реально радует глаз. Напишите в комментариях, как вам. Чуть было, друзья, не пропустил. Большая редкость, когда увидишь вот такую большую песочницу. И обратите внимание, что есть здесь песок. А вот это иностранное оборудование. А может быть, кстати, уже и наши делают. Ну, экскаватор, да, вот иностранного, скорее всего. Даже знаю компанию. Это наше все производство. Ну, прикольно. В общем, может здесь посидеть, покопать. Ну, для детей здесь просто раздули. И родители вот сюда присаживаются и смотрят за своим ребенком. А вот здесь... Это виноград дикий, наверное, да? Прикольно. Он еще разрастется. И будет еще круче. Слушайте, очень хорошо сделали. Очень постарались с озеленением. Не часто я вижу в данных новостройках вот такого качества уровня озеленения. Молодцы. 5 баллов. Ох ты, вид-то, смотри, смотри, какой на соседний комплекс. Вау, перспектива-то какая. Понятно, конечно, что через какое-то время здесь откроются пункты выдачи заказов. Откроется, не знаю, аптека, еще что-то. Ну, вот уже вот соседний сданный комплекс. О, как лахта-центр отсюда хорошо видна. Там уже есть и магазины, и где поесть, и все такое. Сейчас мы с вами, друзья, пройдемся, чтобы вы просто понимали, где это место. Понятно, что здесь, когда достроят через какое-то время, здесь будет совсем все по-другому. Но на данный момент есть то, что есть. Тайм-сквер, нью-тайм. Ну, нью-тайм, например, вот эти крупные панели смотрятся неплохо. Особенно вот эта пленка, которая раздувается ветром здесь, и здесь она тоже красива. Но мне не нравится, например, то, что вот здесь они сделали плитку под дерево, и видны кляймеры. Кляймеры вот, ну, вот просто даже издалека это все видно. Это, конечно, так удешевляет конструкцию. Если бы их не было бы видно, смотрелось бы все, соответственно, по-другому. Обращаю внимание, что вот все забито машинами. Если у вас нет паркинга, я даже не знаю, где вы будете, друзья, парковаться. Шум от ЗСД слышен. Направо, видно, дорогу делают. Закат сегодня прекрасный. Да, вот они дальше строят, дальше будут сдавать. Здесь будет дорога, здесь видно какая-то парковка, еще что-то. Да, здесь, конечно, с зеленой зоной, наверное, когда сдавали, наверное, трава была. Видно, что вот прямо сюда она заезжает, паркуется. Дорога здесь уставлена вся машинами, она такая убитая. Ехать, конечно, здесь одно просто удовольствие. Нужно быть очень внимательным и дружелюбным, чтобы не создавать пробку. Ближайшее кафе, вот оно. И что, дальше мы с вами дойдем, прогуляемся до продуктового магазина. Ну, впереди уже аптека видна. Понятно, конечно, что пока район не достроят, не застроят. Здесь, ну, вот, комфорт, он такой будет в вашем дворе и в вашей квартире. Все остальное будет не очень комфортно. Ну, наверное, должно пройти сколько-то, лет пять? Может быть, чуть больше, может быть, чуть меньше. Ну, так, конечно, вот я представляю здесь утром, какая пробища. Потому что все начинают выезжать. Вон, эвакуатор кого-то ждет, чтобы ввести денег, заработать. Прекрасно. Причем, кстати, здесь вот у них выезды из паркинга. Все выезжают. Здесь едите вы. Представляю, что тут утром творится. Ну, вот сразу пункты выдачи есть. Это очень удобно, потому что мы все уже сейчас привыкли к таким сервисам, как заказывать все онлайн и приходить в пункты выдачи и получать свои заказы. Первый продуктовый магазин «Гурман» называется. В «Таймсквере», кстати, есть квартиры с чистовой отделкой, есть квартиры с предчистовой отделкой, есть без отделки. Кто позже приобретал квартиру, то, соответственно, у них сдаются в черновой отделке, а потом им делают чистовую. Квартиры в черновой отделке на сегодня стоят от 8 миллионов рублей за однокомнатную квартиру, а с чистовой отделкой 9 миллионов рублей. Поэтому плюс миллион за чистовую отделку, я считаю, это за однокомнатную квартиру, большую такую, это нормальная цена. Ну, вот, друзья, вот аптека. Пиво настоящее. Табак. В общем, все, как мы любим, парикмахерская. О, ароматный мир. Озон. Да, кстати, сюда еще не ходят маршрутки, то есть к ним нужно вот туда идти. В сторону планерной. Туда выйдете, и вот там сядете уже на тот транспорт, который вам нужен, и поедете, либо на своем личном автомобиле. Сегодня у нас 29 октября. Времени 16 часов 38 минут. Обратите внимание, какое большое уже количество здесь припаркованных автомобилей. Идем в сторону Аквелона, и вот у нас уже впереди первый, наверное, такой большой сетевой магазин. Называется Магнит. Справа лес, за ним ЗСД. Стало холодать, все укутываются. Тут Ариоста виден, и Аквелон. Ну, здесь, где Аквелон, конечно, здесь уже раньше сдан, уже коммерция намного больше. Ну, вот, дальше идешь, все, в принципе, будет аналогично. Вкусная, кстати, кафешка есть в Ариоста. Там вкусно готовят, помню. Сидели, кушали, мне понравилось. Что тут у нас еще? Ну, я не знаю, здесь. На данный момент здесь просто пока, друзья, идти никуда. Хотя лес недалеко. А раньше можно было пройти, но вот видите, разрыли, и, соответственно, не пройти. Получается, что до леса дойти надо дойти, до планерного, до этого практически дома, до панелек, направо повернуть, и там может напройти. Плюс еще здесь можно пройти в заказник под ЗСД. Там есть такая тропинка, и вот вы туда выйдете, туда пойдете, там можно луточек покормить, и все такое. Ну, в общем, красота. То, что показывал, когда все магазины, оказалось, что у поля с Приморского 2 там прямо открылся магнит, и я это узнал, когда набрал в Яндексе, куда мне нужно было ехать, и Яндекс мне показал через дорогу в Каменку. То есть я по карте смотрел, что вроде как-то там можно проехать, но непонятно, там особо дорог этих не видно оказалось, да, ты проезжаешь через частный сектор, едешь по убитым плитам, с них торчит арматура, дыры там вообще просто трындец. На низкой машине, наверное, там очень можно, ну, я бы, наверное, даже не совался бы. Ну, в общем, получается, что достаточно быстро я выехал, потому что если бы ехал бы стандартно через планерный, то, наверное, на 30-40% моя бы дорога заняла бы больше времени. И понимаю, что кто знает, этой дорогой пользуется. А жилой комплекс Таймсквера лично мне понравился. То есть есть, да, нюансы, над чем работать, там, над фасадом, чтобы он был поровнее, там, над входными группами, вообще над клинингом бы хотелось, чтобы застройщик работал, чтобы были рукава пожаротушения, потому что не дай бог, что там, как говорится, горит все синим пламем, непонятно, чем тушить пожары, все ли вообще работает. Конечно, было бы интересно посмотреть и инженерные системы, потому что это очень важно, и это одно из самых дорогих в жилых проектах. Но, в принципе, концепция, место расположения, все остальное мне понравилось. Классное, просто офигенное озеленение. И тут, конечно, застройщик постарался. Хорошие входные группы, но пустоваты. И, конечно, когда смотришь здесь на все остальное, даже на соседний жилой комплекс от застройщика, ну, вот этот, например, для меня, вот он такой, знаете, более интересный и лучший. Понятно, что сейчас там рядом вообще, в принципе, можно так смело сказать, что практически ничего нет. Грязь, песок там и все остальное. Когда сейчас выйдет снег, пройдет снег, и все это заметет, может, будет смотреться симпатичнее. Но, конечно, никуда не идут то, что очень мало мест под парковку. И ходить везде пешком, потому что транспорт не ездит. Ездить на своем машине, выезжать, там куча автомобилей, все очень плотно. Но по факту, если выбирать, например, полис Приморский, мне понравилось, что он сделан достаточно хорошо. Но вот здесь, конечно, Таймсквер, молодцы, постарались, на мой взгляд, еще более сделали лучше, нежели чем тот же полис. Отвечаю на ваши вопросы, все видео я снимаю за свой счет. Соответственно, если вы хотите рассказать что-то положительное, либо отрицательное, поделиться своим мнением про ваш жилой комплекс, дом, застройщика или еще что-то, просто напишите в мою телегу. Мы с вами договоримся о дате времени, я приеду и все красивенько отснимем. Нужна помощь с недвижимостью, обращайтесь. Помогу продать и подобрать жилье. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк. Поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok